Дарить сердце раз в году традиция или дань моде? Накануне во всем мире праздновали День Святого Валентина. Букеты цветов, шоколадки, плюшевые игрушки раскупаются на ура. А так ли он близок к нам, православным христианам? Какие корни у этого праздника? Ответы на вопросы искали мои коллеги из Алмазного края. Роман спешит в магазин. Счастья не купишь, но попытаться стоит. Признаваться в любви в День Святого Валентина можно по-разному. Кто-то предпочитает словами, кто-то с помощью открыток, а кто-то дарит цветы. В магазинах выбор огромный. Тут вам и сердечки, и конфетки, и плюшевые мишки. Но Рома уверен, букет роз – лучший подарок любимой. Вообще праздник День Святого Валентина у меня ассоциируется с моим младшим братом. Его зовут Валентин. Я его в шутку каждый год с этим праздником поздравляю. Ну а так, каждый год поздравляю семью, родственников, друзей. Ученики города заранее сделали валентинки. Поздравляют родителей, учителей, одноклассников и, конечно же, тех, кому неравнодушны. В 26-12-й подготовили концерт на английском языке. Все будут петь, танцевать, делать всякие сценки. В общем, будет очень весело. Вообще мероприятие у нас на английском языке. И от каждого класса требуется номер и по паре. То есть Валентина и Валентина. И они будут представлять свой класс. Однако во всей этой букетно-конфетной идиллии есть и своя ложка дегтя. Мало кто знает историю праздника. Историю этого праздника я не знаю и никогда не интересовался, потому что как-то неинтересно мне было. Оказывается, к нам, православным христианам, этот праздник не имеет никакого отношения. Святой Валентин был католическим священником. Издревле на Руси почитали других покровителей семейных уз – Святого Петра и Февронию. Мы с вами живем в российском государстве, 74% населения которого крещены в православии. Таким образом, православная религия – это культурообразующая религия в нашем государстве. Православный мир в этот день почитает основоположников книгопечатания Кирилла и Мефодия. В этом году Ассоциация деятелей культуры, просвещения и искусства, которые занимаются проблемой приобщения детей к чтению, выступили с замечательной, на мой взгляд, идеей. Они предложили ежегодно, 14 февраля, проводить День книгодарения, проводить акцию «Дарите книги с любовью». Я думаю, здесь трудно поспорить, что это на самом деле замечательная и нужная идея. Поэтому вот наш коллектив 14 февраля готовится активно принять участие в этой акции. Поздравлять или не поздравлять любимых с Днём Святого Валентина – личное дело каждого. Признаваться в своих чувствах раз в год, наверное, всё-таки мало. Телеканал «Амазный край» желает вам, чтобы как можно чаще вы без всяких причин и поводов говорили тёплые слова и признавались в своих чувствах к любимым. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Амазный край».